доброе утро всем шалом всем кто учит орвите сколько книг торы сзади вообще это маленькая часть это маленькая часть вообще тора бесконечная бесконечная мы сейчас собираемся и будем изучать маленькую часть торы вот михаил ткач яков шатадин смотрит все отлично и так мы изучаем сейчас я вижу к нам присоединилось много людей новых мы изучаем сейчас книга называется мишли мишли это притчи царя соломона это совсем не те притчи которые мы привыкли притчи когда длинная история с какими-то запутанными смыслами типа сказка притчи царя соломона это совершенно коротенькие емкие такие метафоры которые нам открывают сущность божественного знания через понятные термины через понятные явления через понятные в то время явление в то время термины мы пытаемся с помощью комментаторов которые жили тысячи лет назад 500 лет назад 150 лет назад малбем основной комментатор которого мы изучаем мы пытаемся понять что нам хотел передать по простому царь соломон он хотел божественную мудрость передать нам самым простым способом поэтому использовал из понятного он учил на непонятное хорошо значит и вот мы сейчас находимся уже в 12 главе кому интересно всего 31 глава и мы с самого начала сегодня 82 урок мы идем конкретно мощно сильно с первой главы и 20-минутными уроками можно нажать на синенькую гиперссылку мишли найти первый урок идти с первого урока то есть тот кто будет знать мишли все то есть он будет знать полностью как мир устроен как все работает и естественно что будет выберет путь служения богу и так седьмой отрывок двенадцатой главы а фокры шаим война перевернулась перевернуться злодеи и нету их говорит царь соломон убедца детям я мод а дом цадиков он будет стоять значит здесь он еще раз нам продолжает и доказывает продвигает вот это вот очень понятную мысль для понятную для для человека религиозного но абсолютно непонятно для чеки не религиозного нерелигиозный человек он думает что в этом мире все все вот по схеме идет до кто сильный тот и прав значит злодей он более сильный чем не злодей потому что у него правил меньше и он если он злодеем может обмануть он может ограбить может забрать он может там но злодеи да и бах он вроде бы они преуспевают, злодеи. Ты смотришь вокруг, они такие активные, все эти злодеи, да, такие бодренькие. Но нам царь Соломон со страниц Мишли уже прям в каждой главе по 10 раз, он нам говорит, злодеи долго не выстоят. Злодейство, зло, оно не имеет ног, оно не имеет силы. И можно было бы в этом сомневаться, если бы, например, мы не жили сейчас в это время и лично не видели, как Янукович, президент бывшей Украины. Человек, который держал всю Украину прямо в своих мощных мощных своих лапах, можно так сказать, да. То есть у него, кто был в Межигорье, вот этот его дворец не было, наверное, президентов, не президентов, миллиардеров, там, президентов, ни у кого не было такого дворца, как у него. 50 гектаров дом у человека. 50 гектаров, это просто, да, все золото, бриллианты, там, золотые унитазы, не знаю, были или не были. У человека с зарплатой в... Ну, он же президент страны, он же не, не там, миллиардер, он не... Он президент страны, слуга народа, он должен служить народу был, да. И он совершенно спокойно, значит, все знают, что у него только машина от них, там, этот был гараж, он собирал машины, коллекционировал, там, старинные, да. То есть, он был в одну секунду, в одну секунду, ну, не в одну секунду, в течение буквально нескольких дней, вот, у меня тут сидят на уроке участники этих событий на Майдане, участник Майдана, Дэвид Черсин, который тогда вместе со всем народом бегал вместо урока в Торы и сбрасывал президента предыдущего с престола, и он сбросил его, победил Черсин этого Януковича, и он улетел на вертолете куда-то, да. И нету его. Вот об этом написано в седьмом отрывке. Перевернется злодеев, перевернет злодеев, и нету их, не будет их, да. То есть, они в одну секунду, они исчезают. А дом цадика, он будет стоять. Что имеется в виду? Цадик, он, он зацеплен через заповеди, через веру к Бога. Есть Хавакук, пророк Хавакук, он говорил, Цадик Бе Эмунато Ихье. Цадик своей верой, он будет жить. Что значит, он будет своей верой жить? Цадик, он верит в Бога. Цадик, он верит в заповеди. Цадик, он своим намерением, да, вера это как намерение. Он все время прикреплен к небу. И написано, что семь раз цадик упадет и встанет. То есть, он, бывает у него какие-то сбои. Еще цадик уже как получается? Он же, нет цадика, который бы не грешил. Это нам тоже сказал царь Соломон, что нет цадика на свете, который бы не грешил. И он где-то тут чуть-чуть, там он согрешил, там согрешил. Чуть-чуть, но он все равно цадик. Он по направлению его движения, он цадик. Потому что, самое главное, это куда движется человек. То есть, это намерение его. Да, в Йом-Типур, например, стоит два человека рядом. Или я вам приведу другой пример. Это, чтобы было понятно, как на небе оценивают человека. Был один бизнесмен. И он, этот бизнесмен, был очень богатый. И он, потом у него что-то произошло, он теряет, 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 теряет деньги. И у него, значит, одни убытки, пессимизм и так далее. И сейчас у него остался последний миллион долларов. Но у него есть миллион долларов. Второй человек, он только, вот он работал, работал. И у него начал он только, там у него был, этот самый, прилавок на рынке. Сейчас он ларечек открыл. Второй ларечек, третий ларечек. То есть, у него пошел он открывать магазинчик, уже присмотрел себе, да? У него нет миллиона долларов. У него есть всего лишь 200 тысяч пока, да? Вместе всего. С тем вы будете иметь дело, если речь идет о бизнесе? С тем, кто растет. У него пока мало, но он растет. Или с тем, который у него больше, но он падает. Понятное дело, вы будете иметь дело с тем, который растет. И здесь очень важно, например, в Йом-Ти-Пур Бог смотрит, куда ты идешь? В каком направлении? Бывает, что человек еще ничего почти не соблюдает. Он только там один урок, который послушал, второй урок, который послушал. Чуть-чуть Богу тут спасибо сказал, там спасибо сказал. То есть, он уже попадает в мир, в котором он признает Бога. Но он еще вообще с виду вообще не цадик, да? А другой в двух шляпах, в трех типах. Там цит-спейсы у него здесь, цит-сит у него там. А он вообще не цадик, потому что он в это время уже мыслями, он идет уже по наклонной пошел, да? То есть, у него нет намерения приближаться к Богу. Так вот, цадик – это тот, который его намерение, и он хочет услужить Богу, да? Поэтому его дом будет устойчивый. Семь раз цадик упадет и встанет, потому что то, что он здесь падает, в этом мире материальном, это ни о чем. Он в... То, что называется жизнью, это духовная жизнь, вечная жизнь. Он там очень сильно зацеплен. Он как дерево, которое корнями уходит в небо. Значит, восьмой отрывок. Лефи сихло и улаль иш. В нааве лев и еля бус. Значит, это можно расценивать как объяснение предыдущего отрывка. По интеллекту, по сехелю прославляется человек. В нааве лев – тот, у кого сердце, оно, ну, идет вниз, да? Нааве так идет оно, ну, в сторону вниз. Значит, будет он для позора. Тут, опять же, нам показывается, какая часть главная в человеке. Главная часть в человеке – это его интеллект. Теперь, что такое интеллект? Мы же знаем уже, что есть хохма знания. То есть, ты берешь, получаешь божественную мудрость из дне. Есть бина, ты строишь из этой мудрости какие-то логические построения. А что такое сехель? Сехель – это такое качество интеллекта, которое, как объясняет Малгим, оно выше, чем бина, выше, чем сообразительность. То есть, сехель – это способности к абстрактному мышлению и способность заходить в те непостижимые высоты, глубины и широты, которые человек даже беной своей, даже логикой, он их не может постигнуть, потому что там не за что зацепиться. Высшая математика такая, да? Масэ Мир Кава – как Бог управляет миром, как Бог мир сотворил. Все эти сферот, сферотом, как идет этот вся божественный свет, его сжатие. И самые прославляемые люди вообще в еврейском народе, написано, есть три короны. Есть корона царская, есть корона коина, и есть корона мудреца Торы. Именно вот этого человека, который мудрец Торы, который постигает высшую эту реальность. Так вот, царем мы уже не можем стать. Уже царская корона, она отдана дому царя Давида. То есть, кто не из семьи царя Давида, царем уже быть не может. Койны. Койны – это были священники в храме. И коины, они, все поколения, они должны были жениться только на девственницах и передавать своим детям, что мы коины, мы служим в храме, там целая система есть. И если он выходил из этой системы, то он уже не коин. Поэтому на сегодня коинов, их, ну, есть достаточно евреев коинов. Но если ты уже не коин, ты не коин. Ты не можешь стать коином. Хотя есть известная история, как один пришел к синагогу и говорит, я хочу стать коином. Ему говорит, раввин, так, послушайте, говорит, коином нельзя стать. Коином – это только, только, надо, коины – это семья священников в храме, то есть нельзя стать коином. Он говорит, я должен стать коином по-любому. Он говорит ему, послушайте, зачем вам быть коином? Вы еврей? Он говорит, да, я еврей. Ну, отлично, уже хорошо, вы еврей, значит, зачем вам быть коином? Он говорит, нет, я хочу быть коином. Я готов заплатить там 10 тысяч долларов, и 20 могу заплатить, и 50 заплачу, дам на дзаку 50 тысяч долларов. Равин говорит, слушайте, может вы Равином хотите стать? Давайте вы Равином почетным станете. Зачем вам быть коином? Он говорит, потому что у меня папа был коин, дедушка был коин, прадедушка, у меня все коины, я тоже хочу стать коином. Он говорит, так отлично, вы и так коин. То есть... Надо было деньги взять. Ну, окей. Да. Значит, хотя есть интересные такие истории на эту тему, удивительные, как один еврей, он был коин из семьи коинов, и он был нерелигиозный, семья была, которые отошли от религии, да, его папа уже отошел, и он уже родился в нерелигиозной семье. И потом он познакомился с девушкой, и эта девушка, она была еврейка, и она на него повлияла, и они стали религиозными, и стали они религиозными. А она до этого была, то ли разведенная она была, то ли она была, но она не была уже, нельзя было коином на ней жениться, то ли она вообще приняла иудаизм, и была не еврейкой, которая приняла иудаизм, тоже коину нельзя на таких жениться. Только на девушках он должен жениться, девственница. И тут она его сделала религиозным, они вместе начали соблюдать, у них такая любовь, они приходят в синагогу к Равину, и говорят, мы хотим пожениться, поставьте нам хупу. А Равин говорит, а я не могу вам хупу поставить, вы не можете по еврейскому закону жениться, это будет нарушение. А никак, а он говорит, а вы вообще жить не можете вместе, это тоже нарушение. А никак, а как же быть? Вот представьте ситуацию, да, то есть они стали религиозными, приняли некую систему, причем из-за нее, а потом эта система говорит, что он не может с ней жить. Значит, они, ну, сложная ситуация. И этот Равин, он подумал, что, Тора чему нас учит? Тора нас учит, что надо, в любую ситуацию надо изучать, надо выяснять. И он обратился к Раммошу Панштейну, был такой Равин в Америке, который из Белоруссии, тоже интересно, он там в 50-е, по-моему, годы, он просто пошел в КГБ, куда это самое, говорит, я хочу уехать, его отпустили. Как его отпустили? Вот так его, с семьей, он выехал, когда никто не выезжал, он выехал в Америку, и был главный Равин в Америке, он знал Аллаху, когда он туда приехал, он уже там 400 раз прошел весь шелха на руку. То есть он был, ну, самый такой авторитет по закону. И пришел этот Равин к нему и рассказал ему эту ситуацию. Говорит, так и так, что делать? Тот ему говорит, позови этого парня, значит, сюда, позвали этого парня. Он говорит, ты хочешь на ней жениться? Он говорит, да, прям вообще, я хочу на ней жениться, все. В общем, я не буду, я не знаю тонкости Аллахи, в общем, он сказал такую вещь интересную. Он говорит, что в еврейском суде, может, принимаются показания религиозного человека, который соблюдает все. Если человек не соблюдает Тору, да, то уже он не может быть кошерным свидетелем. Твой отец, он не соблюдает ничего, он не соблюдает шаббат, ну, то есть, если ты хочешь доверять его свидетельству, то ты можешь доверять его свидетельству, что ты кое. Если ты все-таки сомневаешься, и тебе, ну, то есть, и он им разрешил жениться, я слышал такую вещь, потому что можно свидетельству человека, который не соблюдает Тору, то есть, он пошел против Бога, можно не доверять, он вполне может обмануть. Теперь в этом случае, раз свидетельство, которое говорит, что он коин, оно ненадежное, значит, можно это принимать или можно не принимать. Так я слышал эту историю. Хорошо. Значит, да, к чему, к чему это все идет? Здесь нам царь Соломон Шломамилах, он в 8-м отрывке 12-й главы, он нам объяснил, что человек прославляется по его сэхелю, по его интеллекту, по, то есть, самое высшее, что может человек в этом мире достигнуть, да, почет и, ну, высшая ступень развития, это подняться на такой уровень восприятия реальности, когда ты начинаешь понимать, как Бог управляет миром. То есть, обычный человек, он чем занимается? Вот ограниченный человек, у него и мышление ограниченное. Знаете, если эти люди, ну, ограниченные они, вот они сейчас бы это смотрели, что он говорит такое, вообще непонятно, да, то есть, у них как бы уровень дом-2. Дом-2, вот только наблюдаешь, вот видишь, как вот они между собой там, и он живет такой в рамках очень простых схем, это ограниченное мышление. Есть люди, у них более широкое мышление, они знают какую-то одну профессию. Есть люди, у них еще более широкое мышление, они интересуются, как устроен мир, они смотрят там какие-то геополитические процессы, какие-то, то есть, есть люди реально умные, которых, что значит человек умный? У него интеллект, он проникает в реальность, и он как бы цепляет и зацепляет, и охватывает больше пласт реальности, включая прошлое, включая будущее, включая понимание каких-то процессов там, ну и так далее. Но представьте, если человек, он, его интеллект настолько сильный, что он понимает не просто как работать, он изучил весь Мишли, изучил весь Талмуд, изучил прямо все, он понимает психология, философия, и он при этом еще зашел глубоко и изучил высшую математику, и потом еще сопротивление материалов, сопромат, и потом он еще изучил кабалу, как Бог создавал мир, творил, представляете, какая у него картина мира в голове, если он все это изучил, и он может держать, а если эти люди могут держать? Вот что здесь написано в восьмом отрывке. По интеллекту прославляется человек, то есть человек, он прославляется не по мышцам, по мышцам прославляется бык сильнее, чем культурист. Не по красоте, потому что красота, как нам в конце скажет царь Соломон, шекарахен в эвэляйофи, то есть обманет красота, уйдет миловидность. Не по количеству подписчиков прославляется человек, а по силе своего интеллекта, насколько он мудрый, умный и так далее. То есть то, что мы занимаемся, это лучшее, чем можно заниматься. Теперь на В лев, но тот, кто искривляет свое сердце, он будет для позора, то есть он придет к позору. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. Если человек, он, как обычно люди, да, вот если просмотреть интеллектуальную работу среднего человека, то эта интеллектуальная работа, она заканчивается там, значит, он читает Инстаграм, какую-то газету может быть, и смотрит телевизор. Все, вот вся его интеллектуальная работа. На работе он выполняет одни и те же действия, смотрит одни и те же передачи, пересматривает старые фильмы. Каждый год этот самый фильм «Ирония судьбы» или «Слёхтим паром». Все, вот вся его интеллектуальная работа. Это позор, говорит Шлома Мелак. Так жить – это позор. И последний сегодня мы изучаем девятый отрывок. Девятый отрывок, значит, «Тов никле в эветло мемиткабет в хасар лехам». Значит, вот здесь я этот отрывок еще не проходил. Значит, давайте вместе сейчас посмотрим. Вот сейчас дословно комментарий. Обычно я до этого читаю комментарий, а потом вам рассказываю. Сейчас буду дословно читать. Значит, ладно, это сложно мне сразу, это длинный комментарий. Давайте тогда сделаем так, повторим. Я очень люблю, то есть я мистик. Что значит мистик? Чем отличается мистик от не мистика? Мистик, он верит в то, что Бог есть индивидуальное проведение. То есть Бог, он все время с тобой взаимодействует в твоем мышлении, в твоей жизни. И когда ты, как мистик, ты к Богу обращаешься, Он все время тебе отвечает через события, через людей и так далее. И вот я, как мистик, я сейчас к Богу обращаюсь. И на что обратить внимание мне нужно сегодня? Вот я ему задаю вопрос. И вообще, наверное, что полезно будет всем сейчас послушать. И открываю то, что мы раньше учили. Так как повторение – это мать учения. И так как тот, кто учит и не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. То я открываю сейчас, что нам Бог посоветует из того, что мы уже изучили. Потому что много новых людей. Вот открылась мне пятая глава. Значит, открылась пятая глава, седьмой отрывок. Значит, седьмой отрывок звучит так. «А теперь, сыновья, послушайте меня и не сдвигайтесь от слов моего рта». Значит, такой попался отрывок. Значит, что имеется в виду? Я так понимаю, что имеется в виду следующее. Что человек… Вот я прям сегодня утром проснулся. У меня последние дни очень как-то тяжело было. Все было очень тяжело. Я подумал, почему мне все было тяжело. И понял, что я начал читать не те книги. То есть, я начал читать не те книги. Я сейчас читаю книгу. Мне стало интересно, как такое явление, как поп-арт. Это Энди Уорхол. И я решил почитать дневники Энди Уорхола. И они мне разрушили голову. Потому что кто видел Энди Уорхола, понимает, что это человек с разрушенной головой. Вообще полностью. И с разрушенной головой, и с разрушенным здоровьем, и с разрушенной жизнью. И зачем я начал читать его дневники, вообще мне непонятно. Ну, то есть, вернее, мне понятно, но у меня была такая цель, я хотел понять, да, как эта штука работает, поп-арт, вообще искусство, почему какой-то человек, который рисовал, ну, вообще непонятно, какие-то плакаты и банки из-под супа, да, банки из-под супа томатного он рисовал, почему такой человек, он вдруг стал человеком, которого знают там больше, чем Шимона Цадика или чем Равина какого-нибудь, да, то есть, его знает весь мир, картины стоят миллионы долларов, там, десятки миллионов долларов, это банка из-под красного супа, и мне было интересно, и я почитал, понял просто, что мы живем в сумасшедшем мире, и оно мне чуть голову тоже подразручило, и мне вот царь Соломон передал весточку от Бога, можно так сказать, он говорит, и теперь, сыновья, послушайте меня, не сдвигайтесь от слов моего рта, можете проверить, седьмой отрывок пятой главы, то есть, когда ты учишь Тору, то тебе все понятно, все четко, вот есть здоровье, семья, бизнес, духовная жизнь, заповеди, все, все понятно, все интересно, все структурировано, все чисто, светлое, доброе, и не ошибешься, и поэтому не нужно искать в каких-то закоулках вообще, в закоулках человеческого сумасшествия, да, надо искать именно счастье, счастье, оно внутри каждого из нас, и нужно выстраивать этот внутренний мир, нужно его беречь, беречь свой внутренний мир от вредных воздействий, вредные воздействия, они сейчас прямо, они как врываются через всякие там интернет-каналы, нужно, еще раз повторю, каждый человек, который хочет жить вечно, который хочет жить здесь хорошо, который бережет свою душу, бережет свою голову, он должен беречь свои уши, глаза, и направить их на созидание, что такое созидание, понятно, изучение Тора, это духовная работа, интеллектуальная работа, профессиональное самосовершенствование, каждый из нас должен в этом мире чем-то заниматься, и в какой-то профессии нужно совершенствоваться каждый день, чтобы быть в этой профессии профессионалом, да, мы тоже дойдем до места, где будет написано, что, что, что увидишь ты мастера, который быстро в своей работе, будет он стоять перед царями, и, в принципе, каждый из нас должен в своей профессии стремиться к этому уровню, чтобы, чтобы именно стоять перед царями, и быть в чем-то профи-профи, и для этого нужна просто ежедневная работа в каком-то одном деле, и, значит, все остальное время нужно заниматься спортом, здоровьем, идбадедуд, значит, природа, медитация, то есть, беречь надо голову, все, друзья, удачи, успехов, бередите голову, и сур-мираве-а-цетов, отодвинься от зла и делай добро, и напоследок я вам расскажу стишок, как Илья старается активно уравновесить зло добром, увидел, парни бьют мальчишку, красиво рядом станцевал, то есть, мы должны очень стараться создавать добро, все, удачи, о, еще притч осталось очень много, Тони спрашивает, мы только 12 глава сейчас, 12 глава, а всего 31 глава, то есть, мы 82 урока, 12 глав проходили, все, удачи, успехов, до завтра, завтра я постараюсь 3-4 отрывка быстро пройти, все, пока, до завтра. Продолжение следует...